Привет, Библия! Тема «За что молиться?» Текст Евангелия от Луки, 11 глава с 1 по 4. Он молился всю ночь. Также перед распятием Иисус молился в Гефсиманском саду, как прилежнее молился, и был под его, как капли крови. Таким образом, Евангелие говорят нам, что Иисус молился независимо от времени и места, и молился перед важными делами. Но молитва Иисуса отличалась от молитвы иудеев. В то время иудеи хвалились своим благочестием через молитву. Поэтому они ходили по улицам с жестким выражением лица, чтобы похвастаться тем, что они молятся и постятся. Они также долго и громко молились в людных местах, чтобы люди могли видеть, как они молятся. Но после того, как Иисус проповедовал Слово многим людям и совершал чудеса, он уходил в пустынные места и молился. Увидев молящегося Иисуса, ученики заинтересовались содержанием его молитвы. Один из учеников Иисуса сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Затем Иисус научил своих учеников молиться. Молитва, которую Иисус учил, это молитва Господня, которую мы читаем каждый раз во время богослужения. Молитва Господня, записанная в Евангелиях от Матвея и Луки. Но молитва Отче наш, записанная в Евангелии от Луки, немного короче. Иисус, который знал значение заповеди, не произноси имени Господа напрасно, сказал нам молиться за то, что имя Божие святится. И Он сказал нам не только думать о Царстве Божием, в которое мы войдем после смерти, но молиться о том, чтобы Царство Божие пришло к нам здесь и сейчас. И сказал нам молиться не только за свою пищу, но за пищу других, которые живут рядом с вами. Иисус сказал нам жить, прощая грехи других. Иисус также сказал нам, что мы слабы, а искушения мира приходят как волна. Поэтому мы должны молиться, чтобы не впасть в искушение. Субтитры подогнал «Симон» Дорогие дети! Я надеюсь, что и мы, подобно Иисусу, сегодня спокойно читаем и молимся молитвой «Отче наш». Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»